Итак, дорогие дамы и господа, клуб «Что, где, когда?» Астана приветствует вас на первой полуфинальной игре. Сегодня вечером в первом полуфинале принимают участие три команды. И сейчас мы приветствуем задаков команды Жуматаева-Акхана. Руководитель IT-проектов Амду Жабаров-Зайдидил. Инженер-программист Шиманский Николай. Программист Виктуров-Арслан. Руководитель IT-компании Манзун Руслан. Физик и ядерщик Агитаев Ильяс. Дамы и господа, и капитан команды «Инженер» господин Жуматаев-Акхан. Я попытался удерживать волну шквала ваших аплодисментов, для того, чтобы вы, не прерываясь, посвятили каждому знатоку должную долю его признания. Итак, господин Жуматаев, здравствуйте, свет погас, я приветствую вас на игре. Добрый вечер. Господин Жуматаев, мы давно не виделись и с вами, и с вашими знатоками, с той самой памятной игры, когда вы наделали немало шума в нашем клубе, и пыль рассеивалась долго, но тем не менее вы на играх появлялись, включая даже револьверную вечеринку, недавно состоявшуюся. Скажите, вы открывали весеннюю серию, сегодня вы в полуфинале весенней серии, за весь этот промежуток, вы бывали на наших играх, какая из них вас потрясла, как капитана, как знатока, как наблюдателя? Я, наверное, не буду оригинальным, мне понравилась дуэль, причем не только с длительностью, но и интригой. Вы были в числе тех гостей клуба, которые категорически противились воле волчка, исключительно дуэль до самого победного, да? Конечно, я думаю, для этого все и собрались здесь. Господин Жмотай, сколько тренировок пережили ваши знатоки в процессе подготовки к полуфиналу? Тренировались я раз в неделю, поэтому, по-моему, прошло 4 недели, 4 тренировки было. Состоялось 4 тренировки, на сегодняшний момент вы и психологически, и физически, и интеллектуально абсолютно готовы. На сколько процентов? Ну, не считая психологически, на 100%. А психологически загрузка идет еще? Здесь я сейчас боюсь, цифры ввалируются от 0 до 70. От 0 до 70. Неплохой коридор, как мне кажется. Ну и давайте наступим на трамплин. Итак, дамы и господа, я прошу вас поддержать знатоков за столом. Первый раунд. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вопрос я увидел. Ну что ж, давайте пора взмыслим над ним. ГОСПОДИСМЕНТЫ ГОСПОДИСМЕНТЫ ГОСПОДИ ЖУВАТАЕВ ГОСПОДИСМЕНТЫ 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 ЗНАТОКАМ Задает Народный артист Республики Узбекистан художественный руководитель вокально-инструментального ансамбля Ялла ГОСПОДИН Закиров Фарух Каримович Уважаемые знатоки Давайте отметим стремление всеми уважаемого на постсоветском да и вообще на мировой арене артиста проявить к нам свое внимание. Внимание, уважаемые знатоки, на экран. Ассаламу алейкум, уважаемые знатоки клуба «Что, где, когда?» «Астана». Я сейчас вам задам один вопрос, а вы постараетесь за одну минуту дать правильный ответ. Вопрос такой, что было самым трудным, по словам великого пианиста Антона Рубинштейна, когда он учился играть на рояле. Уважаемые знатоки, время. Или одновременно разную мелодию, она играет разными руками. А может быть, что-то? А что, чтобы мы слушали его по словам? Само тяжелое, что мы слушали. В смысле? Или чтобы меня учили. Какое определение? Бросить? Бросить? Первый вариант как бы? Бросить. Отвечать будет господин Шиманский. Господин Шиманский, сейчас Фарук Каримович повторит вопрос, если вы пожелаете. А после я вас выслушаю. Давайте посмотрим еще раз. Ассаламу алейкум, уважаемые снатыки клуба «Что, где, когда» Астана. Я сейчас вам задам один вопрос, а вы постарайтесь за одну минуту дать правильный ответ. Вопрос такой. Что было самым трудным, по словам великого пианиста Антона Рубинштейна, когда он учился играть на рояле? Господин Шиманский, что было самым трудным для Рубинштейна? Господин Шиманский, две секунды, я вопрос снимаю. Я полагаю, что дотягиваться до педалей можно. Дотягиваться до педалей рояля принято. Вам известен его рост доподлинно, господин Шиманский? Нет. Неизвестен. Мне кажется, что вы не уделили должного внимания и пить эту великий. Поскольку все великие музыканты в свое время когда-то переживали... Ну давайте, собственно, посмотрим, что уж тут рассуждать. Давайте ответ посмотрим. А теперь правильный ответ. Самым трудным это было оплачивать уроки. Оплачивать уроки ныне великому музыканту, как и многим другим гениям из мира искусства. Оплачивать уроки на своих стартаповых периодах, как мы их сейчас называем, было действительно трудно. Тем не менее, да, мы для аперитива, как я считаю, да, разожгли в себе аппетит. Не правда ли, господин Жиманатай? Да, главное, что мы нашли вот эту незримую нить, которая сегодня за столом лишь только-только начала в узелки завязываться. Итак, счет. Счет-то уже размочен. Продолжаем. Следующий раунд. А можно... Да, мы его сейчас будем выводить, конечно. Я, кстати говоря, в ходе вы уж обозначились, я вас представлю. Я всегда обозначаю, что вы просто забываете про меня, поэтому... Серия нынче длинная, господин Зыкин. Уж не серчайте, пожалуйста. Серия длинная, количество команд рекордное, но вы все тот же. Вы все тот же преисполнены оптимизмом и справедливости. Это защитник интересов. Знадоков нашего клуба, учредителя компании «Оншел Кизэн», господин Зыкин. Вот он, выучил и каритматично, и всегда ищущий смысл. И, разумеется, я на правах защитников, хотел сказать, отечества, но защитников игроков. Хочу пожелать удачи, ребята, вам легко выиграть игру. Легко выиграть игру. Неплохая установка. А теперь внимание. Вопрос. В начале 1942 года, громко в зале, очень громко, один американский моряк зашел в австралийский ресторан. Выпив там с австралийцами, раскоряченный моряк начал хвастаться, по-всякому демонстрируя величие своего народа. Похлопав по плечу одного из собеседников, он произнес. Выше нос, дружище, теперь нечего бояться, вас будет защищать американский флот. Ах, вот оказывается, почему вы здесь, удивился собеседник. А я ведь грешным делом подумал, что вы несчастный беженец. Этот ироничный ответ не завершен. Через минуту доведите его до конца. Время. Это австралийский, австралийский. Ну, шутку. Значит, может, продолжение пока что не дает. Ну, сюда. Просто надо. Может быть, у них доказательства. Это, если честно, что я связывал с формой. То, что начало 1942 года. Это вторая мировая, вы надо ответил. В ответ под кого? Да, в ответ. То есть, мы поделились. Ну, чем закончить? В полку. Вот, оказывается. В сорок в этом году они еще и не вступили, да? Да. Может быть, с этим связываем? Чтобы не начинать... Со второго фронта? Второй фронт? Со третьим? Да, вот. Или со вторым? Минута состоялась. Итак, господин Зуматаев, кому отвечать? Отвечать буду я. Отвечать будет капитан. Я могу попросить вас повторить вопрос? В начале, в начале 1942 года один американский моряк зашел в австралийский ресторан. Выпив с австралийцами, разгоряченный моряк начал хвастаться, по-всякому демонстрируя величие своего народа. Похлопав по плечу одного из собеседников, он произнес, «Выше нос, дружище, теперь нечего бояться, вас будет защищать американский флот». «Ах, вот, оказывается, почему вы здесь?» – удивился собеседник. «А я ведь грешным делом думал, что вы несчастный беженец». «Я полагаю, возможно, что подобное слово, вы несчастный беженец, страна, которая боится ввязаться в войну». «Вы несчастный беженец из страны, боящейся ввязаться в войну». «Да, что-то подобное». «Ну, я вот что-то подобное себе слабо представляю, то, что вы произнесли, я запомнил. Принято». «Госпожа Никрасова, добрый вечер вам. Госпожа Сополева, здравствуйте, рада вас видеть. Из раза в раз рада вас видеть. Обсуждение ваше заинтриговало нас. Поделитесь, пожалуйста». «Ну, единственная версия, может быть, беженец Первой мировой войны». «Беженец из Первой мировой войны? Ага. Добежал до Австралии». «Да, наконец-то». «Господин Миркомалов, мы тоже скучали, а вы как думаете там?» «Тоже очень скучали. Я до чувства не позабудила там прийти к хорошему ответу». «Понятно, понятно. Господин Шуматаев, что случилось 7 декабря 1941 года?» «7 декабря?» «Да, 1941 года». «Я сейчас в данный момент не могу наступить и вспомнить». «7 декабря на рассвете 1941 года Япония совершила нападение на Пёрл-Харбор. Это был беженец из Пёрл-Харбор. Уважаемые, знатоки, господин Шуматаев, 58-я секунда. Вы обсуждали Пёрл-Харбор, вы помните. Вы его обсуждали. Я зрачки расширил, они у меня шире экрана вот в этот момент. Вы знаете ли как? Ну да ничего. Ну да ничего. Продолжаем счет 0-2. Следующий раунд. Позвольте познакомлю вас с нашими партнерами. Это учреждение образования Алматы Менеджмент Университет. 30 лет на рынке образования. Это первый бизнес-вуз в Республике Казахстан. Программа MBA Алма-Университета. Единственная в Казахстане и Центральной Азии, имеющая глобальную аккредитацию AMBA Великобритании. Сегодня наши знатоки, свои золотые версии, как раз и конспектируют в эти имиджевые записные блокноты Алма-Университета. За что им также большое спасибо. Супер блиц играем, господин Жуматаев. Играть будет господин Агитаев. Господин Агитаев, здравствуйте. Ну что ж, мы попросим освободить пространство из того. Спасибо, дорогой клуб. Спасибо за вашу поддержку знатоку. Вы готовы? Да, готов. Ну и по привычке своей хотелось бы попросить абсолютно тишину на супер блиц. Абсолютно хочу попросить, не обсудить. Как вы знаете, сейчас знаток за столом будет думать сам с собой. Даже если надо будет и слух практиковать, не мешайте ему. Внимание. Играем супер блиц. Первый вопрос. С кратким превью пока. Расслабьтесь, с кратким. Многие знаменитые пословицы и поговорки имеют продолжение, о котором, кстати, мало кто и вспоминает. Воспроизведите известную первую часть этих пословиц, если вторая часть звучит так. «Сядешь – не встанешь. Побежишь – не остановишься». «Двадцать секунд». «Двадцать секунд». «Господин Агитаев?» «Да, можно еще раз?» «Да, да, да. Вы, главное, не упуститесь внимания. Я вам сейчас вторую часть, вы помните, да, озвучил? А вы мне первую сейчас продолжали. Итак, «Сядешь – не встанешь, побежишь – не остановишься». «Может, что-нибудь типа баба с розу кобыли легче?» «Баба с розу кобыли легче?» «Сядешь – не встанешь?» «Побежишь – не остановишься?» «Господин Агитаев?» «Принято!» «Как думают в зале, если есть желающие?» «Пока нет, да?» «Вот пословицы и поговорки мы с вами еще никогда не собирали». «А вот есть, господин ведущий!» «А ну-ка, покажите!» «Может, вы поспешите с людей?» «Господин Агитаев, старость – не радость!» «Сядешь – не встанешь, побежишь – не остановишься!» «Супер Бринс» я сыграл! «Счет, старая со мной призна, такие вращаются на стол!» «Господин Агитаев!» «Да, господин ведущий!» «Я бы хотел вам напомнить о возможности взять музыкальный тайм-аут в случае, если вам нужно будет поменять стратегию или, быть может, даже поменяться местами с кем-то из ваших знатоков. Также имейте это в виду, равно как и помощь клуба и все остальные ваши возможности. При счете 0-3 игру продолжаем! Следующий раунд! «Я бы хотел поблагодарить также икорный дом Кавиер Хаус Астана. Это официальные представители ведущих, производители натуральной черной игры. Кавиер Хаус Астана – неизменно высокое качество. Возвращаются они своими уже излюбленными каждым из нас презентами. А теперь... Внимание, дамы и господа! В нашем клубе первой полуфинальной игре первое явление черного ящика народу! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ЛИEnd Он на месте... Мы в волнении... Знатоки сфокусированных! — Вы прислушались, мес-портwarzан? — Да. — Ну, что то вам показалось? — Живого нет! Ничего живого там нет, как и ничего святого Он такой же хладнокровный киллер Итак, внимание, вопрос Рекурсия Это, как вам известно, определение, описание Или изображение какого-либо объекта, либо его внутреннего процесса Иными словами, это ситуация, когда объект является частью самого себя Или определяется с помощью самого себя Термин «рекурсия» используется в различных специальных областях знаний От лингвистики до логики Но наиболее широкое применение находят в математике и информатике Специалистов, как и вы, хвост, немало за столу Такое объяснение, уважаемые знатоки Услышали студенты математики на лекции И там же увидели яркий пример, продемонстрированный профессором То, что показал профессор, сейчас у нас лежит в черном ящике Так что же он показал, минута Чтобы понять Понятие Нет, а там просто Легу может выносить Что-то порождать саму себя, да? Какой-то замкут, овечки Кстати, вот Что-то типа матрешки 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 Да, это лукой метро, черном ящики Или он сам с собой как-то зацикливается Или как матрешки, что-то внутри что-то похожее Что-то подобное Что-то подобное Ну, это музыка Минута была Тревожная, волнительная, бесконечная, быть может Но она завершена Господин Жуматаев Господин Ведущий Да, господин Жуматаев Можем попросить у вас Помощь зала Вы хотите попросить Помощь клуба Помощь клуба Отлично Клуб не возражает? Клуб не возражает У вас будет 20 секунд Я повторяю вопрос Ну и потом Давайте забаливать на таков Не стесняясь Всем, что вот сейчас вам в голову может С дружеским визитом Я имею ввиду Посетить Итак Слушайте повтор Рекурсия Это, как известно, определение Описание Или изображение Какого-либо объекта Или его внутреннего процесса Иными словами Это ситуация Когда объект Является частью самого себя Или определяется С помощью самого себя Термин рекурсия Используется в различных Специальных областях знаний От лингвистики до логики Но наиболее широкое применение Находит в математике и информатике Такое объяснение Услышали студенты математики на лекции И там же увидели Яркий пример Продемонстрированный профессором То, что показал профессор Сейчас у нас лежит в черном ящике Помогите Снадокам Команды Господина Жуматаева 20 секунд Два зеркала Как будем жить Как будем жить Господин Жуматаев Отвечать буду я Так Несмотря на то, что мне второй вариант понравился Я, наверное, рисую и отвечу Тот вариант, который у нас откипло за столом Мы считаем, что это опять матрешка Принято А какой вариант вам тогда понравился? С двумя зеркалами Он вам больше понравился? Да, такой интересный Да, но интересно Вы себе сложно представляете конструкцию, да? На которой мы могли бы закрепить два зеркала Вы не засомневались в том, что мы не поместили бы в черный ящик? Или все-таки мы были? Нет, поэтому я не подумал Два зеркала можем Либо мы просто друг на друга их положили, да? Либо к стенкам Поэтому наверняка и прислушивалась к господине Красовой Не затребежат ли они Да, да, да Может быть там вообще сейчас Зеркала тоже и в обрамлении быть может, да? Мы-то зеркалами Ой-ой-ой, что угодно можем делать Господин Жуматаев Особенно когда мы знаем, что физики ядерщики в вашей команде Давайте смотреть Господин Жуматаев Смотрите по мальчику А внутри зеркала Господин Жуматаев Открывайте, Патрешка А там зеркала в вашем Господин Жуматаев Ну как же так? Так, ребята, товарищи Давайте поддержим Сегодня у нас веселый полуфинал Господин Ирина Мы, видимо, привыкли все считать в свою пользу 0-4? 0-4, да Все-таки хотелось бы, чтобы команда заслуженность выпала в счет Нет, мы поездим Это у нас интерактивная викторина для зрителей клуба Мы ищем самого внимательного Конечно Знатоки-то за столом Уж не дадут мне обсчитаться Счет 1-3, как мы помним, да? Счет 1-3 Спасибо за проявленную внимательность Вы действительно Я смотрю, вы не хотите менять Нет, сейчас все случится Дайте расслабиться клубу Дайте вот сейчас поймать волну С дадаком Господин Жуматаев Ну, не может так быть, понимаете? Вы сегодня слишком подозрительны к вопросам Да, как вот и случаи с Перл-Харбором Таких Не может тогда быть снова матрешка Потому что это некрасиво звучит Кстати, да, говоря Вашу поддержку Я сейчас хочу сказать, что Есть вопросы Вопросы, они разные Вопрос, может быть, про матрешку Вам попадется даже Следующий черный ящик Вы, наверное, не знаете Да, что у нас Может быть матрешка Официальный спонсор нашей летней серии Это матрешечная фабрика Из Костромы Вот сейчас мы уже анонсы начинаем Отбиваем уложенные спонсорские деньги Следующий раунд Продолжаем Ну и к слову о тех, кому Мы всегда признать Мы всегда благодарим И будем это делать Видеостудия Элит Видео Команда увлеченных творчеством И любящих свою работу профессионалов Спасибо вам Истинные мастера объектива Штатива до монтажа За наши потрясающие бэкстейджи Спасибо Элит Видео Пользуйтесь их услугами Они сохраняют ваши эмоции В первозданном виде Ну что ж, внимание Может быть, это уже в тысячу раз Прозвучит, если же вот это Вопрос В толковом словаре Бестолковых терминов Разным обычным словам Даются необычные Юмористические определения Вот, к примеру Старуха Это, как вы понимаете Не первые свежести уха Экстаз Ну это само собой Это таз Бывшего употреблений Почему он и экс Да, собственно А через минуту Знатоки Назовите слово Определение которого Было выведено Вот следующим образом Преступник Специализирующийся На определенной породе Собак Время Преступник 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 Ну и с вором Вообще многое Короткое слово Может много чего-то Вородится Док Порода Собак Типа вородится Долго Да А какой еще Преступник Короткий Просто остальные Название Преступник Надо еще Короткий Кроме вородин Или Давайте Может попробуем Еще Вородин С обоих сторон Слева И справа Вородин И Наверное Вородин Породин Собак Тоже Наверное Должны Короткие Ну Типа Мопс Типа 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 Минута Спасибо за обсуждение Мы его прекратили Господин Жуматаев Сложный вопрос? Пока не знаю Кто отвечает? Вот вам попроще вопрос Попробую ответить я? Вы попробуете А ведь помощи клуба То уже нет Итак Так Какое слово Определение которого Было выведено Как преступник Специализирующийся На определенной Породе собак Господин Жуматаев Предположу Что это Договор Договор Принято Вы сейчас Кого-то потрясли В зале Прям сильно Да? Ну-ка Давайте познакомимся Кто это был? Кто-то сейчас В обмороке От вашего Один Покажите Пожалуйста Ну скажите Что случилось Как вы покажете Если человек В обмороке Вы вернули Чувство уже Покажите Пожалуйста Я просто болею Закин подумал Что эта прекрасная Леди Знает Правильный ответ Вместе со мной И возраст И вот сейчас Только что Не означает Да как вы могли Да как вы могли Так поступить Это же было бы Не по договору Да Это договор Конечно Здесь Сразу два слова Из одного Но тем не менее И порода собак И из разряда Кривинаристики Здесь слово У нас получилось Я вас поздравляю Еще становится Три-два Команда золотыхов По-моему Набирает приятные Для нас с вами Обороны Скоро мы с вами Все в обмороке Комбинация Два-три Устраивает сегодня Пока Обе стороны Давайте объявлять Следующий раз Вторая полуфинальная игра У нас с вами намечена На пятницу 27 апреля 4 мая Здесь же в этом зале Большой финал Весенней серии Регистрация На летнюю серию Уже открыта Приглашаю вас Присоединиться К уже зарегистрированным Семи командам Летняя серия Обещает нам По-моему Настоящее лето В отличие от Казгидромета Ну что Все готово Внимание Вопрос Король Фредрик второй Предложил однажды Вольтеру Прокатиться Вместе с ним На лодке Вольтер сначала Охотно согласился Но когда увидел Что лодка протекает Быстро из нее Выскочил Как вы боитесь За свою жизнь Засмеялся король А я Не боюсь Это вполне понятно Ответил Вольтер А какими словами Реплика Вольтера Завершилась Ответьте мне Через минуту Вольтера Понятно Понятно Вольтера Я иду Ну у тебя есть Наследики Которые будут пускать Королев А у Вольтера Второго Будет не будет Ну хороший вариант Да Вдруг У тебя есть У тебя есть Наследики А у второго Вольтера Или Френдер Третий Будет еще Ну нет Смотря как Звали Король умирает У меня есть Новый Король Да Король умирает А у Вольтера Механеч У меня Минута Господин Жуматаев Отвечать будет Агитаев Господин Агитаев Дело было так Фридрик Второй Он же Король Предложил Однажды Вольтеру Прокатиться Вместе с ним На лодке Вольтер Поначалу Охотно Согласился Но когда Увидел Что лодка Протекает Быстро Из нее Выскочил Как вы Боитесь За свою Жизнь Засмеялся Король А я Вот не Боюсь А это Вполне Понятно Ответил Вольтер А какими Словами Его реплика Завершилась Господин Агитаев Он Сказал Что У вас Есть Наследники То есть Король Умер И будет Следующий Король Принято То есть Ваш род Продолжится Да В наследниках В действительности Вольтер Произнес Королей На свете Много А Вольтер Один Королей В принципе Я ученый Я нужен Людям И здесь И в другой Стране И в третьей И в последующей Где есть Монахи А вот Королей Слишком Много Я не имею Права Рисковать Вот там Не в наследниках Было дело Вы понимаете Идем дальше В следующий Рав Не принято Как вы поняли Их ответ Потому что В наследниках Они копались А королей 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 Наследники Они тоже Королей Если так Разобраться Я хотел Королей Может быть Впереди Королей Может быть Много Было Вопрос Логически Взят Как я люблю Выражаться Нет Здесь Никакой Логики Нет Здесь Никакой Сути Я просил Сказать Мне Конкретную Цитату Вольтера Как он История Ем Разнес Во-первых Господин Ведущий В переводах Она могла Дойти По-разному Не Не Принят Ваш Ответ Продолжаем Следующий Раунд Два Четыре Привограммят Потом Обсудим Это А счет Вы потом Поменяете Я И сейчас Вам всем Объявляю Я свою версию Сказал А вопрос Услышан Ответ Не принят Внимание Следующий Вопрос Это Полуфинал Уважаемые Вы Задачки Это Не Дуэль Это Не Револьверная Вечеринка Это Полуфинал Играть Вот Именно Так А Теперь Уважаемые Знатоки Некогда Наделавшие Сенсацию В нашей Серии Послушайте Пожалуйста Четыре Тиши Петра Драйшпица Протезист Во рту Наколдовал Мне Зубной Добавил Красоты Если Если Раньше Просто Я Зевал То Теперь Что Теперь Минута Драйшпица Рифм Рифм Слово Красоты Да Последний Драйшпица Типа Драйшпица 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 Сделался Поможет Золотые Красоты Слушайте Давайте Искус Улыбка Блад А Красоты Да Теперь Может Почитайте Попробуйте Подробуйте Подробуйте Попробуйте Последний Словно Минуту, уважаемые знатоки. Господи Жуматаев. Отвечать буду я. Могу я попросить вас повторить? Да, конечно. Протезист во рту наколдовал. Мне зубной добавил красоты. Если раньше просто я зевал, то теперь я... Господин Жуматаев. Рифм не могу, к сожалению, придумать. То, скорее всего, что-то связано, что у него... Господин Жуматаев, время-то вышло уже. Нет, у нас, наверное, нет вариантов красоты. От всей души там что-нибудь. Хорошо, то теперь я от всей души. Принято. Принято. Зевал настолько широко, что от всей души. Я интернационно, господин Жуматаев, медленно вам проговаривал. Протезист. Мы упустили это во время обсуждения. Протезист, господин Жуматаев. То есть, если раньше просто я зевал, то теперь я развожу мосты. Господин Жуматаев. Протезист. Бротезист. Счет 2-5. Ну а теперь у вас появилась еще одна возможная душа, на которой, я надеюсь, вам пригодится. Необходимо знатокам преломить ход игры. Вот сейчас, по-моему, самое время. Если вам все, еще нужен тайм-аут, я его вам предоставлю. Если не нуждаетесь, будем продолжать. Да, мы не покидаем вот этой локации, вы можете прогуляться, вы можете проветриться. Я даю вам одну музыкальную композицию, вы можете провести ее с пользой. Тайм-аут объявляется. Я приглашаю вас в игру. Уважаемые зрители, я приветствую также нашу аудиторию в Instagram трансляции. Я приветствую всех тех, кто оставляет свои комментарии на подошимый YouTube, трансляциями в том числе. Каждый из выпусков у нас по-своему интересен, острый сюжетен, но самое главное, всегда, всегда он эмоционален. Никогда не было равнодушных в нашей игре, как вы там знали, так и по ту сторону происходящего. Мы с вами переживаем вчерашние буквально такие ливерпульские, дамы, господа, события. Ливерпуль, правда, зеркально себя показал, но Лига Чемпионов чем-то сегодняшние наши баталии с господином Жмотаевым напоминает. Я за то, чтобы победил здравый смысл, так же, как и вы, уважаемые знатоки. Ну что, что-то изменилось, господин Жмотаев? Тише, 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 тише. Я не думаю, что что-то изменилось. Но я вижу, вы на тех же местах. Настрой главное, чтобы у них хороший. Настрой у вас тоже хороший. Я вот, кстати, не мог не обратить внимания. Ваши обсуждения за столом, господин Жмотаев, напоминают совещание в какой-то у нас компании. Да, вы очень разумительно, очень сдержанно, медленно, очень детально друг друга выслушиваете. Как-то даже без тени волнения, без грамма схопанности. Ну что, есть ритуалы? Выдохнем или сразу с разбега в обрыдок? К сожалению, мы даже за месяц не придумали ни одного ритуала. Ну что? Я изучал этот вопрос. Так. Поверхностно. Почему-то все советуют. Но все на игре говорят, что те команды, которые торопятся, они играют хуже, чем те, кто более-менее разномерно официально. Ну, здесь я с вами солидарен. Да, ваше обсуждение действительно выбивается из общей калии происходящего. Вы очень сконцентрированы. И самое главное, минута вас не подгоняет. Это вы ее тянете за собой. Да, вот это обратное процессе для меня, кстати говоря, тоже впечатляет. Ну что, давайте играть в следующий, я надеюсь, раунд. Следующий. АПЛОДИСМЕНТЫ Внимание! Я надеюсь, очередной вопрос. Восточная мудрость гласит. Женщина действует по-разному в отношении ложек, в деле продолжения рода, а также красоты и возраста. Через 60 секунд ответьте совершенно точно, какую науку, исходя из силуэтова, хорошо постигает женщина. Минуты. 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 Можно. Минуты. Минуты. Варианты. Варианты. Варианты предлагаю. То есть, мне нужна какая-то наука, где ... Я всегда в этом буду, а потом будет разные веки. Минута. Спасибо вам, господин Жубатаев. Кто как думает, кто отвечает? Минута, мы можем попросить минуту в кредит? Возражений нет у вас, господин Ваграмин? Нет. Возражений нет. Повторяю вопрос, ну и выписываю вам эту минуту в кредит. Итак, восточная мудрость гласит, женщина действует по-разному в отношении ложе, в деле продолжения рода, а также красоты и возраста. Ответьте мне, пожалуйста, совершенно точно, какую науку, исходя из этого всего вышедречисленного, хорошо достигает женщина. Минута. Кстати, мы это упустили, что в классике все равно хорошо достигает женщина. Это согласно восточной мудрости, да? Ну, то есть статистика не может быть тогда. Да, это то, что науку все, что это такое, преобразование, нет, и все, что непостоянно. По сути, три разные области, да, и по-разному. То есть науке мне нужно и вывести? Да, это просто можно и выкручивать. Ну, это смой по сути.. Нет, просто, может быть, что-то.. Нет, но это не обязательно. Не надо... А потому что, просто, может быть, они наоборот что-то говорят, с ними, пожалуйста, может быть, если вы мешает. Науку обшу? Минута, уважаемый господин Жуматаев, знатоки у вас действительно замечательные, кто отвечает? Отвечать будет, наверное, Биктуров Арсан. Господин Биктуров, вот сегодня вас еще пока не слышал, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, какую науку хорошо постигает женщина? Мы считаем, что это наука лжи. Наука лжи. Принято. Кто теперь в обмороке, я слышал. По-моему, сразу двое или трое. Все те же, все те же, к тебе. Да, тут как-то гендерно, несправедлив ответ. Не правда ли? Мы стольким обязаны женщинам, а вот здесь господин Биктуров... Госпожа Некрасова, ну скажите, вы ведь знаете, я вижу. Математика. Ибо? Ну, возраст, как меньшая... Так, давайте по порядку. Ложи? Делит. Рот? Прибавляет. Так. Красоту? Приумножает. Возраст? Делит. Отнимает. Отнимает. Целую ваши руки, госпожа Некрасова. Браво. Итак, уважаемые знатоки, уважаемые дамы и господа. Очень хорошо. Шет становится 2-6. За сим участие знатоков команды господина Жуматаева завершено. Это была первая на сегодня ласточка. Спасибо вам за миссину, спасибо за игру. Я очень вам признателен. На очереди встреча с очередными знатоками через 15 минут. Встречаемся за столом. Итак, дорогой зритель, я попрошу твоего драгоценного внимания не столько к себе, сколько друг к другу, к людям, находящимся сегодня за этим игровым столом и в его радиусе. Наступило 25 апреля. Это день в клубе, мы приближали как могли. Как и сами знатоки, конечно, его приближали. Клуб «Что, где, когда Астана» существует с января 2016 года. А вот сегодня один из волнительных вечеров. В финале весенней серии примут участие две команды. Интернистый путь к финалу сегодня открывают наши полуфиналисты. Я представляю вам очередную команду первой полуфинальной игры в беседе серии клуба «Что, где, когда Астана». Итак, приветствую знатоков. Специалист в области информационных технологий. Хобби, путешествия, спортштерия. Господин Аманильдин Афади. В команде также играет девелокер, специалист по недвижимости, господин Смагула Фрустер. Нам с вами давно знакомая, дорогая нашему сердцу и драгоценная нашему клубу, финансовый аналитик, хранительница семейного очага, госпожа Избимбетова Жемеля. Госслужащий появился в команде, господин Урозалин Марат. И таковы играют. Проходите, господин Урозалин, возвращаем вас. Когда-то все происходит и возвращается в круги своя. Математик-аинтишник, ярый фанат футбольного клуба «Ливерпуль». Основатель футбольной академии «Волма-Аты» совместно с футбольным клубом «Аякс Амстердам», господин Калиашдаров Данабек. Ну а теперь занавес падает и к столу приближается капитан, директор компании «Нуржер», господин Саманов Абзал. Здравствуйте, господин Саманов и ваши знатоки. Здравствуйте. Сейчас я стал свидетелем интересного диалога за вашим столом. Значит, первые два знатока, оказавшиеся за столом, удивленные приглянулись и друг друга спросили, он что, госслужащий? Господин Саманов, господин Ильич, всегда на госслужбе именно так. Вы что, госслужащий? Может быть, тогда мы перезнакомимся для начала? Или все хорошо в команде? Господин Саманов, да? Все хорошо. Тренировки были? Да, у нас была тренировка, и в ходе одной из тренировок один из игроков получил травму, поэтому мы... Мозговую травму дисквалифицированно, что вы сделали с его мозгом? Мне интересно посмотреть на ваши тренировки. Да, должно быть это... Учитывая, что мозг это серое вещество, сколько оттенков вы нашли у этого серого в ходе ваших опасных тренировок. Так, ну что, ритуалы есть или оригинально, как у господина Жаматаева? Ну, ритуал мы не придумали, поэтому просто перед игрой зарезали барана. Собой принесли? На стадионе? Да, да. Но в таком случае, ладно, стучите по столу и объявим вместе. Первый раунд! Желаю вам удачной игры, желаю вам побольше положительных эмоций, вопросы блочного характера и идентичной подборки сегодня, как по содержанию, так и по контексту своему собраны. Может быть, во всем великолепии сегодня расщедрится наш волчок и одарит вас и блицами супер. А пока, да, а пока для нашего аппетита. Внимание! Вопрос! Тоже, кстати, из жанра, который сегодня встречался у первой команды, от того же автора. Послушайте своему суть, пожалуйста. Вратарь хандрил, и было так тревожно, что мы узнать решили у врача. Диагноз вратарю поставить можно? Конечно! Закончите четверостише одесского поэта-прозаика, написанное в виде диагноза врача. Минута! Близорук? Врача-нача. Узнаю. Боязнь меча? Боязнь меча, да. Диагноз? Конечно! Закончите врача. У врача? Узнаю врача. Боязнь меча в рифму подходит. Да, да. В берег, там, по длине основы еще какие-то клавочки эти должны быть. У него боязнь? Ну, это, как бы, может, бираемо. Давайте варианты. Конечно, у него боязнь меча это хорошо. Какая-то острая там, боязнь. А, да, что-то, какая-то болезнь. Помимо боязни, что может? Как по-другому, фобия какая-нибудь? Узнать можно? Конечно. Смотрим, что-то там. Можно. В чем может быть проблема у вратарях? Все, что он пропускает. Близорук. Дальнозор. Дальнозор. Я ничего не забыл. Не видит он няч. Что он еще может? Раздвоение меча. Что-то такое. Раздвоение меча. Итак, господин Саманов, кто дружит рифмой? Отвечает Калиашдаров Донабек. Господин Калиашдаров. Здравствуйте. Здравствуйте. Вратарь, Андрей, кстати говоря, вот кто-то есть же Леверпульский в вашей команде, да? Я, я, я. Вот, 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 я. Вовремя-то о вас вспомнил. Вратарь хандрил. И было так тревожно, что мы узнать решили у врача. Диагноз вратарю поставить можно? Конечно. У него боязнь меча. А то, вершись, что он боялся меча. Я рифму уловил вначале. Спасибо. Принято. Господин Калиашдаров, да заманчиво вы сейчас призадумались. Давайте пока ваши брови у потолка скажите. Диагноз. Не, мы тоже согласны с этой версией. Мы тоже, на первую очередь. Как вы ожидали? Так, что там госпожа Некрасова придумала? Так ходить нельзя. Нет, да? Есть еще? Футбольные эксперты? Болезнь правого плеча. Болезнь правого плеча. Это Ренат Волзагов предложил. Болезнь правого плеча. Это было бы не так. Это было бы слишком тривиально для Одессита. Не находите? Вон еще одна версия. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Недержание меча. Браво! Недержание меча. Одессит все-таки славится своим виртуозным умением рифмовать. Да и все-таки сохранять призму юмора в своих строках тоже. Это их прославленная фишка. 01. Дальше идем. Следующий раунд. Хотел бы поблагодарить наших партнеров. Это мебельный салон Alt Classic, который, как вы знаете, всегда гарантирует безупречное происхождение и принесет в ваш дом дух подлинного аристократизма. Вместе с отелем The One Hotel Astana мы тоже им признательны. Но отель у нас с вами поистине безупречный, гостеприимный, радушный, элитарный, подготовленный. Здесь думается легко, здесь мир и чистота. Спасибо отелю The One. Да. Играем в Блиц, господин Саманов. По 20 секунд на каждый из вопросов. Ну, давайте начинать сейчас с маленьким превью, да? Какие полагается. Так вот, научные объяснения разных пословиц и поговорок ученными возбудили во мне синхронизацию работы левого и правого полушарий головного мозга, то, что и случилось с вашим трагмированным, да? И установили связь между его участками, отвечающими как за эмоциональную, так и логическую работу мозга. То есть к улыбке они меня побудили. Чего и вам, знатоки, сейчас желаю. Итак, внимание, первый вопрос. Что ж вы срапряглись? Это не вопрос был. А вот теперь он, вот теперь слушайте, обрабатывай химическое соединение путем динамического воздействия на него при концентрации углерода в малых процентах непосредственно вблизи от жаркого источника. Что же это за пословица? 20 секунд. Стоп, спасибо. Господин Соманов. Наша версия, куй железа пока горяча. Чего я вам советую, правильно? Пока горячо, давайте идти дальше. Второй вопрос. Предположение о профнепригодности младшей единицы нижнего звена крупной государственной организации, основанное на отсутствии его стремления к карьерному росту. Как звучит это выражение? 20 секунд. Итак, господин Соманов. Плох тот солдат, который не мечтает стать минералом. Правильно. Третий вопрос конкурса БЛИЦ. В соответствии длительности процесса жизнедеятельности и процесса обучаемости человеческого индивидуума, означающая неизбежное завершение жизненного цикла в состоянии пониженного интеллектуального развития. Через 20 секунд воспроизведите эту подворку. Век живи, век учись, все равно дураком помрешь. В точности. АЛЁАНИМ. Ну что ж, БЛИЦ удался. Объявляется следующий раунд. Начало положено, как клубом, как и знатоками. Ждем продолжения мы все. Внимание! Экзамен. Я вам предлагаю послушать сейчас итальянскую притчу. Однажды король приказал разрушить Большую Гору, которая находилась на территории его страны. Проблема была в том, что он видел восход солнца гораздо позже, чем монарх соседней страны. В ответ на это решение короля монарх пригрозил ему войной. Он обвинил короля в том, что разрушив гору, сосед лишит его возможности наслаждаться той его собственностью, которая пропадет с исчезновением горы. Так что же, как утверждал монарх, у него украл бы король. Минута. Закат очевидный. Что еще может быть? Гора. Собственность. Может что-нибудь у него? Смотрите, на рассвете что-то происходит, да? Смотрите, когда солнце встает, тот не видит, а этому солнце падает на рассвете. Ту-монарх рядом. Станция. Гора. Что за горы? Я не думал, что это прям имеет значение. Нет, это не... Это корольчик, то есть она почему-то должна быть... Возход видит позже, значит, закат раньше. А, нет, смотрите, он же сказал позже, действительно, он не сказал, что тот видит, а этот не видит, но сказал позже. Он закат позже. То есть если... Ранний закат под гора между двумя странами, здесь стоит... Ранний... поздний восход, ранний закат. Может это его границы, прям... Наш чем-то любоват. Нет, скажите, этот закат вообще не понимает. Какой-то собственности его. Из-за гор поздний закат. Виноградный. Виноградный, да. Закат, закат, закат. Минуту, уважаемые знатоки. Плодотворное, вроде бы как. Итак, господин капитан. Отвечает Уразалин Марат. Господин Уразалин. Да. Сейчас я вас буду с удовольствием слушать. Давно не слышал вас. Так вот. Значит, однажды король, согласно итальянской притче, приказал разрушить большую гору, которая находилась на территории его страны. Проблема была в том, что он, ну, видел восход солнца гораздо позже, чем монарх соседней страны. А вот, вид на это решение короля, монарх пригрозил ему войной. Он обвинил короля в том, что, разрушив гору, сосед лишит его возможности наслаждаться той его собственностью, которая может пропасть с исчезновением горы. Ну, пропадет. Так что же, по утверждению монарха, у него мог бы украсть король? Ну, это, скорее всего, обзор вечернего заката, наверное, скорее всего, красоты. Обзор вечернего заката. Красоты. Заката. Принято. Господин Розалин, собственность, 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 загад, не может быть собственностью монарха. Господин Малцаков. Господин Малцаков в зале, да. Во-первых, спасибо, что сегодня снова с нами. Я к вам как к вокалисту обращаюсь. Как вы думаете? Я, на самом деле, как вокалист, не вижу здесь. Связи, да? Константующие, да. Понятно. А кто-то в зале видит? Да. Господин Кильзекеев. Господин Кильзекеев, я бы уже распоряжался, не вижу вас в объективе. А ну-ка скажите нам. Его собственность, это был его голос, то есть эхо, которое отражалось под газету. Чем он и любовался. Монарх? Да. Собственность, наверное, это и дело, которое отражалось, да? Данной горой. Еще один-два. Продолжаем. Следующий раунд. Недавно присоединившимся к нашему вечеру, хочу представить двух важных членов нашего клуба. Это хранитель традиций. Из сундука полувекового достает он свои старые талмуды, чтобы сдув с них пыль, с этих древних страниц доказать, что мы были правы или мы все-таки шли по древнему краалю. Итак, господин Ваграмян, хранитель традиций. Это клуб знатоков книга Город и Илеван. 26 лет ратного стажу. И на страже интересов сегодня многие уже заметили, как умеет свою работу выполнять господин Зыкин. Это защитник интересов знатоков. Учредитель компании «Вашлого языка» радует. Господин Зыкин, прошлое игре не удалось защитить. Не удалось в прошлое, но все впереди у нас сегодня с вами. Масса вопросов, которые и к вам тоже, господин Зыкин, накопились. А теперь, уважаемые знатоки, вопрос вам задаст народный артист Республики Узбекистан, художественный руководитель вокально-инструментального ансамбля «Ялла», наш дорогой и уважаемый Фарух Каримович. Фарух Каримович, внимание на экран. Ассаламу алейкум, уважаемые знатоки клуба «Что, где, когда?» Астана. Я сейчас вам задам один вопрос, а вы постарайтесь за одну минуту дать правильный ответ. Это лубочная картина с двумя дерущимися мужиками. Была признанно оскорбительной для государя после того, когда сам лично посмотрел. А картина, название картины начинается «Дерутся два дурака». Ну а теперь вопрос. Назовите, пожалуйста, полное название этой картины. Минута. Почему король и царя? Дерутся два дурака, остальные смотрят. А король смеется, что... Остальные потешаются. Оскорбительная для царя. Что заденет его часть? Дерутся два дурака, это оскорбительный для царя. Почему это может его сказать? Картину посмотрел. А король не был. Вот это просто остальные смеются. Государь не вызывал. А почему же дает? Во внимание короля может... Два дурака дерутся, а это оскорбило царя. Почему это я оскорбить могу царя? А третий смотрит. Может быть король сидит и смотрит на троне? А, третий смотрит. Он находит, смотрит и получает, что он дурак. Минута, господин Саванат. Отвечает госпожа Избимбетова. Госпожа Избимбетова. Добрый вечер. Итак. Можно вопрос? Еще больше, пожалуйста. Вместе с вами с удовольствием смотрю. Давайте покажем. Ассаламу алейкум. Уважаемые цена, такие клубы, что где, когда, Астана. Я сейчас вам задам один вопрос, а вы постараетесь за одну минуту дать правильный ответ. Это лубочная картина с двумя дерущимися мужиками. Была признана оскорбительной для государя после того, когда сам лично посмотрел. А картина, название картины начинается «Дерутся два дурака». Ну а теперь вопрос. Назовите, пожалуйста, полное название этой картины. Мы с Фарухом Гаримовичем повторили, госпожа Избимбетова. «Дерутся два дурака» – третий смотрит. Возможно, там, ну, не знающих картинок, то есть, в результате, в результате. В результате, он как бы принял на свой счет, может быть. Пусть Фаруха Римович сам скажет, давайте посмотрим. Правильный ответ. А третий смотрит. Браво! Игра стояла с лишь, госпожа Избимбетова. Избимый знаком. Счет. Снова меняется. Счет 2-2. Объявляется следующий раунд. Ну, давайте на этой волне продолжаем. Счет. Хотел бы напомнить, у нас вторая полуфинальная игра. В пятницу ожидает нас следующий эшелон из трех команд. Но и 4 мая финал, в котором встретятся две сильные команды весенней серии. Мы все еще в поисках таковых. Внимание! Вопрос. Три основные причины человеческих поступков выделял Аристотель. На третье место он поставил рвение. То есть рвение стать знаменитым, получить признание и так далее. На втором месте Аристотель выделял действия. Действия, направленные на извлечение выгоды и другие меркантильные цели. А что, по мнению Аристотеля, стоит на первом месте? Минута. Действия человеческих поступков. Три основные причины человеческих поступков. Рвение действия. На первом месте. Он сказал, что потом не друг. Потом действия, то есть что-то побуждая действия, а после этого действия рвение, да? Рвение стать кем. Потом жадность. Рвение и жадность. Честолюбие и жадность, можно сказать. И что третье? Что заставляет людей что-то делать? Любовь, страх. Страх может быть, чтобы обезопасить себя. Поступки. Страх хорошая версия. Что еще дальше? Мысли, мысли, эреи. Понимаете, каждый какой-то эрак там не может. Первое. Окружение. Окружение. Это внутреннее что-то, вечерление, действия. Что-то в нем сидит в человеке. Язык. Минута, господин Саманов. Вот она только что беспощадно просигнализировала и так. Отвечать буду я. Наша версия страх. Принято. Вот приходит дорогой гость в клуб что, где, когда. Обладевает им рвение. Получить признание всего клуба, дав правильный ответ. Он, естественно, предпринимает действия. То есть принимает участие в нашей разминочной, револьверной разминке. Потому что он впервые в клубе и хочет все-таки ощутить все это. И, оказавшись за столом, как бы не двигало им рвение, и как бы не требовало того действия, им овладевает чувство страха. Это неизбенно. Счет 3-2. Ждутаки, господина Саманова за столом. Наши эмоциональные качели начинают раскачиваться. И, по-моему, ни одного меня это устраивает в этот вечер. Продолжаем следующий ровно. Если встречаете гостей, если родного заседания баловали деликатесом, если вы позабыли, где можно купить качественную продукцию, то вовремя нужно вспомнить, что в Астане есть и горный дом Каверхаус Астана. Неизменно высокое качество. Это и осетровые, и красные, и черные. Какая бы вам не запонадобилась, всегда в ассортименте у наших партнеров. А теперь, ну, Triple G, кстати говоря, если уж вы акцентируете внимание, да. Поэтому, дабы не сглазить все происходящее вокруг него, значит, мы, энергетик, пока убрали. Он победит, он победит, потом вернется в летнюю серию. Значит, огромные партии Triple G. Внимание, черный ящик. Вам, по-моему, уже приборы понадобятся, госпожа Некрасова, да? Скоро. Надо уже ее простукивать, прослушивать. Хорошая тактика. Сейчас мы с вами будем тоже совещаться. Итак, вопрос. Персонажи юмористического рассказа Ивана Матвеева Ахиллес дарит этому животному ценный сувенир из захваченной трои, но просит никому его не отдавать. Животное клянется, что скорее с ней заговорит бревно, чем она расстанется сувениром. В черном ящике простой аналог этой вещицы, что внутри. Ахиллеса-черепаха была, может, это из этой темы? Может, он подарил ему из строя? Лапфу подарил. Ахиллес же погиб в трое? Нет. У него в пятку, да, все не стреляется? Наверное. Лук? Лук. Чем он расстанет с этим сувениром? Скоро, с ней заговорит бревно. А, это, кстати, бревно, черепаха-тортилла. А еще, может быть, троянский бревно. А, бревно-тороянский брон? Точно, что-то с буратино связано. Бревно же заговорило, там, черепаха-тортилла. А какой сувенир это был? Золотой ключик. О, отличная идея. Вы должны ответить, что? Да, какой сувенир. А почему? Просто строя никак не связано с золотой ключик. Минута, уважаемые знатоки. Минута. Отвечает господин Орозалин. Господин Орозалин, что в черном ящике? А мы думаем, да, аналог золотого ключика. Аналог золотого ключика. Принято. Не терпится, госпожа Никрасова? Вы опровергаете версию знатоков? Нет. А кто опровергает? Кто не согласен? Кто? В этом помещении не согласны и только со мной, по-моему. С служащими всегда согласны. Давайте, господин распорядитель. Распаковывайте. Счет 4-2. Черный ящик сыграл, бревно заговорило. Господин Зайкин, вот вы мне подскажите, пожалуйста, из личного опыта. Вы мне подскажите, когда таковая ситуация происходит между мной с знатоками, но в мою пользу, я предлагаю музыкальную паузу. А вот для себя я такую могу попросить? Вы нет. Нет. Значит, я железный, да, по-вашему? Вы можете вокальную паузу, где вы сами споете. Ну, спасибо за великодушие. Ладно. Это он отдал стерд так, господин Витальевич. Во всяком случае, я отдал ему такой штанс. Теперь мой квиты. Следующий раунд. Продолжаем. Как ощущения, господин Саванов? Пульс в норме? Да, все отлично. Давление не зашкаливает? Да, все отлично. По поддержке нуждаетесь? А вот господин Сапогула сегодня будет отвечать? Да, возможно. Возможно. Спасибо за анонсы, прогнозы, дело неблагодарное, но вопрос-то, может быть, этому и поспособствует. Внимание, он. В 1943 году, незадолго до наступления немцев под Курском, партизаны доложили в Москву о прохождении нескольких немецких эшелонов с танками в сторону фронта. Из этого скудного доноса в стиле «что, где, когда» был сделан исчерпывающий вывод. Упомянутые разведкой танки были выведены из Африки. Через минуту скажите, что позволило сделать такой вывод при отсутствии более достоверной информации. Минута. Партизаны сказали в Москву, что в сторону фронта едет эшелон с танками. Как они поняли, что это из Африки? Они, может быть, закомментированы были под африканскую тему. А, там не было сказано, что это из Африки. Что, где, когда-то? Партизаны в Москву. Этот под Курском, да. Эшелоны с танками. Не знаю ничего другого. Выведены из Африки, что они были выведены из Африки? Да, в Тривешем. В Альбе. Где, когда? Тигры и Пантеры, но этого раза в Африка. Танки, они как-то не поняли, что они пришли из Африки. Танки, бигей, вот, кузы. Закомфированные были под зерканскую тему. Леопард, например. Не за долго до 43-го года. Может быть, в 43-м уже что-то произошло? Ну, Курская Дуба. Курская Дуба. Это связано с Африкой. Ну, да. Это было же там в Африке. Какие в Африки? Почему стремлю эти доносы? Они ничего не сказали, кроме того. Минута вышла, господин Саваннов. Отвечает госпожа из Бенбетова. Госпожа из Бенбетова, Которая 9 секунд назад заявила, нету вариантов. Повторяю вопрос. В 1943 году, незадолго до наступления немцев под Курском, партизаны доложили в Москву о прохождении нескольких немецких эшелонов с танками в сторону фронта. Из этого скудного доноса в стиле «Что, где, когда» был сделан исчерпывающий вывод. Упомянутые разведкой танки были выведены из Африки. А что позволило сделать такой вывод при отсутствии более достоверной информации, Жемеля? Принято. Ну, на глаз определить африканский песок, это, конечно, высокого класса нужно быть экспертом. Что танки? Так, где под Курском? Когда вот давеча прошли? Ну, это ладно, это вы разбирали. Но, по-моему, не в том направлении мы ждали результата. Давайте спросим в зал. Все-таки у нас сегодня общественное мнение тоже играет большую роль. Господин Зкаков? У нас традиционно, господин Ильич, здесь пока нет. Пока нет. Да, но ведь правила клуба требуют от нас отвечать сегодня. Нет. Как с надокам, так и присутствующим. У нас есть время для меня. Песочного цвета. Они были песочного цвета. То есть танки имели песчаную маскировочную раскраску. И перебрасывали их в спешки. Поэтому перекрасить не успели. Они были песочного, танку пляжа. Счет 4-3. Продолжаем игру. Следующий раунд. Я вот солидарий, кстати. Госпожа из Гибедова, действительно, вы сегодня очень даже хорошо, я обидно поливаю эти версиями. Вы очень хорошо держитесь за столом. Но вот с вашей репликой касательно отсутствия версии, все-таки пока минута не вышла. Я не согласен. Версии есть всегда. Это самый последний. Внимание. Это будет визуальный. Вопрос. Мы с вами поговорим о картине. Давайте сейчас обратим внимание на экран. Перед вами медали в память о русско-японской войне. Серебряная, та что слева, предназначалась для защитников Порта Артура. Светло-бронзовая, по центру, для участников войны. И темно-бронзовая, для тех, кто не принимал участие в военных действиях, но служил в то время на Дальнем Востоке. Как мы видим, на лицевой стороне, аверсе, изображено всевидящее око и стоит дата. На реверсе надпись, которая была задумана в дизайне медали изначально. При утверждении данного проекта медали, Николай II написал, чтобы в свое время доложить о ходе работы. А вот окончательная версия медали так понравилась царю, что мастер, отчеканивший ее в одночасье, стал богачом. Вопрос. Так что же было добавлено, и что мы от вас вскрыли? Минута. Да вознесет вас Господь зимовующее око. Да вознесет вас Господь. Что-то может быть. Блакиконский племянный. Вы возвращаетесь домой или... По возвращению, может быть. Порт Артур, участники войны, типа не участвовали. Он добавил что-то. За что разбогател? Участники войны. Почему? Что могло понравиться? Царю, что он возгласил. Да вознесет вас Господь. А мы дорогие царя, может быть, царь, шпутся. Хорошие вопросы. Там что-то прослеживается. Что там замазали? Минута. А вот это, кстати, и вопрос, господин Сарманов. Что же там замазали? Господин Игоревич отвечает, госпожа из Бембетова. Госпожа из Бембетова. Что мы замазали? А вы первую часть, а я скажу, что замазали. Ну и поторгуемся, что ли. Давайте я повторю для вас. Так вот, все еще перед вами, госпожа из Бембетова, медали в память о русско-японской войне. Серебряная слева предназначалась для защитников порта Артура. А светло-бронзовая в центре для участников войны. И темно-бронзовая для тех, кто не принимал участие в военных действиях, но служил в то время на Дальнем Востоке. Вы видите, на лицевой стороне Аверсе изображено всевидящее око и стоит дата. На Леверсе надпись, которая была задумана в дизайне медали изначально. При утверждении данного проекта медали Николай II написал, чтобы в свое время доложить о ходе работы. А вот окончательная версия медали так понравилась царю, что мастер, отчеканивший ее, в одночасье стал богачом. Что было добавлено, что мы от вас вскрыли? Да вознесет вас Господь, а наградит царь. Да, вознесет вас Господь, а наградит царь. Принято. Когда Николай II принимал и утверждал данный проект, что он сказал? В свое время. В свое время доложить о ходе работы. А вот дизайнер того периода, так его назовем, он возьми и вставь, да вознесет вас Господь в свое время. При утверждении проекта медали Николай II дописал в свое время доложить о ходе работы. А мастер принял это за полный текст, что не породило в итоге гениальный смысл и озолотило самого Чиканчика. В свое время. Счет 4-4. Господин Саманов. Помощь клуба. Музыкальная пауза. Ничего не нужно. Нет, я не для себя выпрашиваю, вы не подумайте. Нет, пока не нужно. Хорошо, хорошо, как скажете. Значит, играем. Продолжаем следующий раунд. Играем в супер-блиц. Это первая, как правило, всегда проверка для капитана. Оставить за столом результативного, оставить за столом эффективного молчуна или, быть может, опытного теоретика. А может быть в команде есть тактик, кто он, господин Саманов. Остается господин Амагельдинов. Он не возражает, я вижу, да? Господин Амагельдинов. Да, инструкции получены, директивы ясна. Господин Амагельдинов, сыграем с вами в супер-блиц. По 20 секунд на каждый из вопросов. Вокруг вас будет абсолютная тишина. Вы можете как хотите размышлять. Вы плескиваете эмоции. Внимание, вопрос. Господин Амагельдинов, что происходит у марафонца в организме, после того, как ноги отказываются бежать, сердце рвется из груди и не хватает дыхания. 20 секунд. 20 секунд. Господин Амагельдинов, что происходит у марафонца в организме, после того, как ноги отказываются бежать, сердце рвется из груди и не хватает дыхания. Открывается второе дыхание. Правильно. Госпожа Куспанова Егас Саврайт. Не правда ли? Да, это точно. Я вас поздравляю. Вы большая молодец. Спасибо за вашу активную позицию. Спасибо. Всегда знал вас как красавицу, как активистку, а вот теперь как спортсменку вас тоже узнал. Второй вопрос. Вы интригу такую продержали. Госпожа Куспанова пробежала 42 километра. Умеет, господин Азекин, усилить эффект. Спасибо тоже. Продолжаем. Второй вопрос. Нет. Господин Амагельдинов. Где на территории центрально-африканского государства Бурунди зимой идет снег? 20 секунд. Тихо, тихо, тихо. Господин Амагельдинов. В горах. В горах принято. Господин Амагельдинов. Вот вы кого-то просили потише, потише. Давайте спросим. Мне кажется, там знают правильный ответ. Пожалуйста. Да, вот теперь скажите, пожалуйста. Прошлая команда обсуждала. Что-то такое-то. Господин Амагельдинов. Понятно. А вот вам в таком случае правильный ответ. Я думаю, дипломаты есть у нас сегодня в зале. Территория любого посольства по статусу является частью представляемого государства. На территории посольства Бурунди в Москве снег идет регулярно. Регулярно. Загадка, господин Амагельдинов. Супер-близ не сыгран, но Супер-близ был познавательным. Супер-близ позади. Приди два вопроса. Счет 4-5. Я не раз слышал, господин Азагин, Супер-близ? Я по привычке с вами говорю, что всего два вопроса нужно ответить и свою ребят победят. Чего я им желаю. И вы не в одиночестве, по-моему, с такой циклой. Все желают. Хорошо. Я хотел бы помнить рубашку вот особо. Да я вот и предлагал недавно, и тайм-аут предлагал. А там нельзя было. А может, нет, но я понимаю, да. Здесь я только о тайм-ауте говорю. Следующий раунд. Все хорошо идет. Лично вот господину Агромяну, по-моему, нравится, как в атаке играют, да? Отменная играют. Отменная игра? Отменить вам хотелось бы? Или что? Нет, все нормально. Ну, если уж вы положительно молчите, значит, вас переполняют, да, наиболее качественные эмоции. Внимание. Внимание всем, я имею в виду. Вопрос. Уважаемые знатоки, мэрия Нью-Йорка получила более 400 строительных проектов, предназначенных для того, чтобы оказаться на месте разрушенных башен-близнецов. Один из вариантов – это мемориал, выполненный в виде структуры некоего соединения, напоминающего по форме небоскреб, и вместе с этим означающего то, что жизнь Всемирного торгового центра, пусть даже и в иной форме, но продолжается. Через минуту скажите, что же из себя представлял этот проектный мемориал? Некое соединение. Что-то два параллельных, короче. Да, да, да. Что-то два параллельных, короче. Минута, господин Саманов. Кто отвечает? Отвечает господин Мангельдинов. Господин Мангельдинов будет отвечать. Итак, или вам повтор. Да, форму вопроса просто. Так вот, из 400 проектов одним из вариантов стал мемориал, выполненный в виде структуры некоего соединения, напоминающего по форме небоскреб, и вместе с этим означающего то, что жизнь Всемирного торгового центра, пусть даже и в иной форме, но продолжается. Так что же из себя представлял этот проектный мемориал? Проект представлял собой форму ДНК. Принято? Принято как правильный ответ. Четка 5. Правильный ответ ДНК. Неужели вам не хотелось бы подкерчить эмоции, госпожа Эммиетова? Нет. Нет, да? Нет. Господин Капитан с вами согласен, я вижу, да? Да. Да, да. Хорошо. Тогда встречайте. Счет 5-5. А черный ящик? И рассудит нас с вами черный ящик. Кстати говоря, вы заметили, господа Некрасова, на большинстве его фотоотчетов он составляет вам компанию, он всегда с вами неотступно, да? И вы друг другу так подходите, столько загадки в этой фотографии. Внимание! Вопрос! В 1895 году Ральф Моррис работал в телефонной компании в Новой Англии. Подглядев на панель коммутатора с ее переключателями и лампочками, он неожиданно изобрел то, что сейчас находится в черном ящике. Минута! Светофор может какой-нибудь? В 1895 году. В 1895 году. Лампочки. Моррис. Может барабанный телефон. Вот Ральф Моррис. Телефон. Можно видеть, вот посмотрел на модель коммутатора с огнями и лампочками. Представьте себе панель. Что она вам напоминает? Пульт? Ладно, мы разобрались. Какие-нибудь? Радио. 10 секунд, друзья. А если вообще что-то не с техникой связаны? А мы можем помнить за минуту? А нет. Если вообще что-то не с техникой связаны. Да. Филипп Моррис, это не та сигарета. Минута. Господин ведущий, мы хотели бы взять минуту. Не имеете права 5-5. 5-5 играем, господин Саманов. А 3 минуты можно? А вы в смысле заплатить хотели за нее? Спеть за нее. Спеть. 5-5 счет, кто отвечает? Решающий. Отвечает господин Сморгулов. Я не буду вас пришел. Вот как вас, господин Сморгулов, в решающий раунд вас берегли. Да? Да. Итак. На последних секундах пришла такая мысль, не знаю, может быть, что это похоже на какую-то коробку передач. Шучу, шучу. Мы думаем, я думаю, что это пульт. Пульт? Да, да. Принято. Команда. Господин Сморгулов, Сморгулов. Ну, пульт. Пульт это что же? Коробка передач, да? Ну, можно. Да. Ну, я имею в виду, там же телевизионных там много передач, с одной стороны. Вот у вас, господин Сморгулов, 31-й канал на каком канале? Я тоже, наверное, 31-м. Как у всех где-нибудь на 19-м, наверное. Значит, пульт. Но, как вы помните, в вопросе я упоминал лампочки во множественном числе, а в пульте дистанционного управления есть одна лампочка, как индикатор. Господин Саманов, пусть скажет наш господин распорядитель теперь. Это гирлянда, дамы и господа. Это электрическая ёлочная гирлянда. Не хватило трёх секунд. Да, господин Саманов, трёх секунд не хватило. Но это была знакная игра. Я вас очень хвалю за эту игру. Счёт 5-6. Это знак «Весна неплохой». Это была команда господина Саманова. Объявляется перерыв на 15 минут. Жду вас за столом. Уважаемые умные дамы и голландные джентльмены, я вновь вас приветствую в клубе со всем присущим своей концепцией радукшим и гостеприимством. Распакивают во двери отеля The One Hotel Astana, первый и единственный в своём продвинутом, кстати, в смысле сервиса. Я приглашаю вас ближе к столу. У нас с вами на очереди третья волнительная игра. Как вы помните, первая команда сегодня в полуфинальной встрече продемонстрировала результат 2-6. Вторая команда сыграла со счётом 5-6. И вот теперь мы с вами чествуем третью команду. К вам обращаются ведущие игры Азаман Имажев и режиссёр игры Халас Кулузбаев. Добрый вечер всем. Сейчас 22 часа 36 минут на календаре 25 апреля 2018 года. И мы встречаем знатоков третьей команды. В команде господина Байбукашева играет инженер Шай Ахметов Сакем. Айти-специалист Султан Газин Руслан. Финансист Джуманбаев Диаз. В команде играет эколог Бельгебеков Ербон. Стратегический менеджер Ахметжанова Зарина. И в кульминации кемпинат команды. Келевистиционный менеджер Байбукашев Монат. Ну что ж, господин Байбукашев, прошу за стол. Игра до шести очков. Впереди у нас с вами, я надеюсь, приятное времяпрепровождение. Господин Байбукашев, не так давно виделись. Доброго вам вечера. Добрый вечер, господин ведущий. Расскажите, после первого круга дуэли, каково было ваше ощущение? Вы оказались в полуфинале, я этому тоже очень рад. Что вы испытали? Ну, наша команда традиционно любит адреналин. Немного на волоске, но мы все-таки прошли. Стабильно мы всегда проходим. Я думаю, до полуфинала постараемся тоже дойти. До финала. Ой, до финала. До полуфинала мы уже дошли, господин ведущий. Более того, две мои любимых команды сегодня играют в полуфиналах. Это Морканада и Реал Мадрид. Реал Мадрид. Играем почти параллельно, как мне кажется. Ну что, и тем, и другим я желаю удачи, господин Мукашев. Вы действительно в отношении стабильности. Кстати говоря, демонстрируйте пример. Сегодня ведь вопрос не в том, кто победит клуб. Вопрос не в том, кто выйдет в финал. Самый наблюдающий вопрос, дали ли горячую воду. Это вопрос на болевшие. Спасибо. Спасибо, здесь вы помогаете. Все, давайте. Выдохнули, да, постучали по столу. Первый раунд. Начинаем. Игры весенней серии нашего клуба проходят в отеле The One Hotel Astana. Мы здесь встречаемся в среду, встречаемся в пятницу. Увидимся, конечно, и на финале нашей весенней серии. 4 мая состоится таковая. Сегодня мы с вами лишь обойму заряжаем. Наших финальных игр, дамы и господа. И вновь. Чёрный ящик. Лучший друг госпожи Никасовой. Так. Послушайте, что он таит в себе. Внимание, вопрос. В конце 17 века профессор Соломанского университета был отправлен в Париж за книжными новинками. Вернувшись, профессор привёз четыре однотипных предмета. Университетский канцлер очень возмутился и отказался возвращать потраченные деньги. Профессор, в свою очередь, не растерялся и в описи указал купленные четыре круглые книги. В чёрном ящике находится аналог такой покупки. Минута. Париж. Кому удобно круглую книгу, типа повар или ещё что-то висело. То есть это предметы, это даже не книги, может быть какие-то мячики для чего-нибудь, для чего-нибудь. У нас есть кисные яйца, но человеку как шенглопотатом. И вы думаете, что это мячик? Видно? Может быть это когда вставляешь куда-то, что-то удобно. Монеты, может быть. Если круглые книги, то есть она даже получается считаться как-то вот так, да? Или индийский день, солнце, астрология. Может быть это были типа часов, часы, круглые книги, типа читать один, два, три, четыре, пять, шесть. Минутка вышла. Господин Баймукашев, кто отвечает? Ответит господин Шагметов. Господин Шагметов, профессор не растерялся и в описи указал. Куплены четыре круглые книги. Что в чёрном ящике? В чёрном ящике, мы думаем, находится круглый предмет. Начинается. По которому можно читать время каким-то образом. И скорее всего это тип календаря или лунный, там, солнечный. Круглый предмет, да, по которому можно читать... Определить движение небесных. Так подождите. Вы мне сейчас про циферблат или про что? Нет, про циферблат, я думаю, что это всё-таки... Точное определение дайте, я ведь вам точный вопрос поставил. Календарь. Календарь, принято. Календарь. Круглый. Календарь. Календарь. Круглый. Вот стеков, может быть, был такой? Не знаю, ну давайте смотреть. Он прощался, это глобус. Уважаемые господи. Также дающие знания, чем-то поместующие, почти как книга. Ну что, счет разброчен, счет 1-0 или 0-1, кому как удобно. Скоро будем разбираться по-друге с этим. Следующий раунд, продолжаем. Не так давно в нашем клубе состоялась увлекательная револьверная вечеринка. Принимало участие 60 гостей. Я предлагаю вам следить за анонсами. Если вдруг обнаружите время и желание, присоединяйтесь к этим вечеринкам, поскольку ваше участие с позиции опытных знатоков было бы весьма познавательным для всех приходящих. Ну и разминки мы наши с вами также продолжаем. Внимание, вопрос. Уважаемые знатоки, в толковом словаре без толковых терминов разным обычным словам даются необычные юмористические определения. И вновь, к примеру, аэрограф. Это граф-воздухоплаватель. Банкомат. Это жаргонный сленг работников банка. А что же в данном словаре означает слово «белокровие»? Минутка. «Белокровие»? Может быть? Может наоборот прочитать? Анем, может быть. Яйцо, со beside набер ANDREW. Может быть, кровь всё-таки? Может быть, крыша белый. Белокровие. Седой человек может быть? Или белокровие может быть. Не, должно быть смешнее? Так будет юмористично. Смысл должен. Сигнал, господин Баймугашев, господин Султагазин. Тише в зале, пожалуйста, сейчас надруг отвечает. Готовится господин Султагазин. Что означает слово «белокровие» в данном словаре? Снегопад. Снегопад, принято. А вот в то же время госпожа Ахмеджанова вам настоятельно рекомендовала к слову «кровь» прислушиваться, поскольку светлая крыша — это есть в данном словаре «белокровие». Светлая крыша. Уважаемые зрители, и на примере аэрографа это было, по-моему, вразумительно, да? Приподнесено. 0,2. Светлая крыша, белокровие, не снегопад. Я лично четыре раза слышал это выделение, которое вы почему-то не озвучили. Следующий раунд прошу продолжить. Если, быть может, кто-то из вас все еще не знаком с госпожой Ахмеджевой, она всегда на игре. Она является проект-менеджером, составляющим турнирные таблицы. Регистрация на летнюю серию уже стартовала за подробностями госпожи Ахмеджевой. Она здесь. Сыграем в «блиц», господин Боймакашев. Я считаю, что это ваша сильная сторона. Команда в «блиц» у вас всегда результативна. Барселона своего рода. Ну что, и так? По 20 секунд. Первый вопрос. Австрийцы и немцы в бане ходят только голыми. Хотя большинство бань и саун, смешанные купальные костюмы и соображение гигиены, как правило, запрещены не только в парной, но и в бассейне при сауне. В баню с собой они обязательно берут специальные полотенца. А для чего? 20 секунд. Закрывать глаза. Лица. Закрывать глаза. Закрой глаза. Они вслепую просто. В слепую. В бассейне лажутся и все. Там, чтобы лиц сжать, чтобы удерживать. Это должно быть легко очень. Вытирать пот. Заворачиваться. Нет, ну тут же суть в том, что смешанные. 20 секунд, господин Боймакашев. Госпожа Ахмеджанова. Час. А австрийцы и немцы, на спорах Ахмеджанова, они в бане ходят только голыми. Хотя большинство бань и саун смешанные. Купальные костюмы и соображение гигиены, как правило, запрещены не только в парной, но и в бассейне при сауне. В баню с собой они берут обязательно специальные полотенца. А для чего? Закрывать, завязывать себе глаза. Закрывать, завязывать себе глаза. Принято. А это чтобы, в смысле, стыдно не было? Чтобы стыдно не было, видно не было. Видно не было, чьё это, да? Так. А как думают, как думают наши знатоки? Господин Миргамалов, вот вы в Австрии, допустим. Извините, что вы рядом с господином Закидом стоите сегодня. Да. Вы сегодня, кстати говоря, как тоже к защите интересам смотритесь. Что вы думаете? Для чего? Ни одного хватает, господин ведущий. Ну да, я знаю. Есть ответ? На что? В бане. Вытирать пот. Вытирать пот. Ясно, специальное полотенце вытирать пот. Так, а вы что думаете? Ну, насколько я видел, нет цвета. Они специально кладут вот так полотенца, буквой Z. Садятся именно вот так. Так, чтобы пот, стекающий с них, по дому полотенца. Так, раз вы это видели, значит, глаза у вас завязанными не были. Нет. Потому что ваш ответ правильный. Они, да, они садятся на буквой Z. Представляете? Так наверняка появился автоконцерт Opel. А того он такой качественный. Продолжаем. Счет. Да, 0-3, следующий раунд. Наша команда у нас все больше. Давайте, давайте, спасибо команде, ребята. Да, да, да. Я это тоже воспринял как анонс. Раз уж спойлер вы миновали. Действительно, опасные промежутки, по-моему, отыграны все. Давайте, давайте, к любопытным вопросам. Знатоки. Два кумира Америки. 1950-х годов. Мэрлин Монро и Альберт Эйнштейн. Как-то, встретившись на светском приеме, они завели беседу. Монро уверенно сказала Эйнштейну, если бы мы завели ребенка, он унаследовал бы мою красоту и твой ум. Альберт Эйнштейн усмехнулся и дал даме ответ в виде вопроса с парадоксальным подтекстом. Через минуту воспроизведите высказанное великим ученым. Жду. То есть, там, возможно, будет наоборот. То есть, ум, мэрлин Монро и внешность Альберт Эйнштейн. По теории, вероятность еще нет. Возможно, будет наоборот. Смысл такой. А продукт, собственно, типа, он у него нет? А кто из нас умный? А может быть, я красивый? А если... А может быть, я красивый? Это умный. А может быть, вашу и мою красоту? А может быть, что-то вроде чего-то. Вы уверены, что не будет наоборот? Он ответил вопросом, скажи. Да, вот это может быть. Нет, это, скорее всего, на это есть 50% вероятности. Нет, это на вопрос. Относительно чего-то. А когда мы будем заводить? Когда будем заводить? Как мы его заведем, если я не паси, а вы умный? Не умный. Как мы дойдем до этого? Минутка. Господин Маймугашев. Давайте я попробую ответить. Хорошо. Повторю, пожалуйста. Да, конечно. Повторю. Вопрос, кстати, интересный. Два кумера Америки 50-х. Мэрилин Монро и Альберт Эйнштейн, как-то встретившись на светском приеме, завели беседу. Монро уверенно сказал Эйнштейнову, если бы мы завели ребенка, он унаследовал бы мою красоту, и твой ум. Эйнштейн усмехнулся и дал ответ в виде вопроса с парадоксальным подтекстом. Господин Маймугашев. А если выйдет наоборот? Это был ваш ответ? Если выйдет наоборот, то что он будет красивый, как я, и умный, как вы. Принято. То есть ваш парадокс, господин Маймугашев, в том, что особым умом Мэрилин Монро не пристал. Нет, ну, за то, что красоту. Можно. Ответ правильный. Еще останавливается 1-3. Помощь клуба, господин Маймугашев. Музыкальная пауза. Ни в чем пока не нуждаемся. Можно попросить воды, пожалуйста? Воды? Мы любим вопросы больше на логику, а не простые. Ну, меню такого у меня нет сегодня. Однако с водой давайте решим, да? Потому что чем больше воды в вопросе, тем меньше на столах его. Обратите внимание. Ну что, есть жидкость? Да? Да, уже решается. Хорошо. Давайте пока мы освежим заряды у знатоков. Мы на следующий раунд обеяем. Время же есть? Хорошо. Соберемся и возьмем, сказал капитан. И его желание исполнилось. Соберемся и возьмем кого-то одного. А можно проголосовать? Всем клубом? Да. Нет, в моей команде. Ну, вам решать, господин капитан. Нет, Сакенов. Нет, Сакенов. Сейчас вам организуют идеальную тишину, и все будут слушать, как вы думаете. Первый вопрос. У народного поэта Дагестана, Расула Гамзатова, есть цикл надписей. Это короткие стихи, как будто бы написанные на обычных предметах. На каких предметах предлагает писатель сделать такие надписи? Вот первое. И ты когда-то оксакал, на этом скакуне скакал. 20 секунд. Господин Шенекомедов. Есть два варианта, в зависимости от того, как он был веселый человек. Это либо машина, либо кровать. Я буду склоняться к кровати. И ты когда-то оксакал, на этом скакуне скакал. Это колыбель, Достаня Шенекомедовна. Это колыбель. Это не кровать, на которой скачет. Супер-близ. Колыбель же это кровать. И это детская кровать, на которой скачет кровать. Да, да, да. Спасибо, я чусь. Это кровать для младенца. Согласны, как вы решили? А я и не ожидал другую. Хорошо. Господин Шенекомедов, я саму превью повторять не буду, но вам напомню. Это народный поэт Дакистана, Расул Гамзатов. Вот второй из предложенных вам вопросов. Здесь ни вода, ни молоко, ни чай. Джигит. Кто не хочет, не заставляй. На чем предлагает Расул Гамзата поставить эту надпись? Господин Шенекомедов. Можно просто повторить? Здесь ни вода, ни молоко, ни чай. Джигит. Кто не хочет, не заставляй. Ну, учитывая, что это Дагестан, традиции, ислам, скорее всего, это какой-то сосуд с алтоголем, с вином, с чай, чай, что-то содержит в себе алтоголем. На чем Расул Гамзатов предлагает оставить эту надпись? На бутылке, кувшине, сосуде с алтоголем. А. Бутылка. Б. Кувшин. С. Сосуд с водой. Кувшин с вином. Кувшин с вином принято. Джигит. Кто не хочет, не заставляй. Джигит лихо это делает. Джигит запрокидывает. Что? Рок. Винный рок, господин Шайкметов. Винный рок. Джигит не хочет, не заставляй. Кувшин. Прошу за стол, господин. Это кувшин. Если пить кувшина, то очень напоминает рок. Да, 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 да. Попробуем когда-нибудь, попробуем, господин. Я не пью, господин. Черт 1-4, супер близкий сыгран, но супер близкий заслуживает благодарности. Давайте-ка поддержим за таком же столом. А. Бутылка. А. Бутылка. Следующий император. А. Бутылка. 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 В ходе социологического опроса журналист получил ответ от одного из прохожих, оказавшегося нейрохирурга. Ответ был таков. Несомненно, существует и является следствием травм черепной коробки и переломов шейных позвонков. Через минуту скажите, какой была тема опроса и что за вопрос от журналиста услышал нейрохирург. Минута. Социальная, революция, смелая власть, что-то и мордовое просто. Может, это просто машина поселения. Он, наоборот, серьезные точки зрения получает. Может, курица отборачивает голову, или разбивает яйцо. Сделать следствие травм черепной коробки и шейных позвонков. Параличка. Нет, невозможно сходить. Может, он спрашивал, заходили или голосовать, почему люди не голосуют. Замена существует, что-то, значит, нет. Там был вопрос, кто-то есть или нет. Бывает ли любовь с первого взгляда, например, сносится голову от человека. О, молодец! Это очень хороший вариант. Что еще мы говорим? Существует ли Бог? Или существует ли Бог? Вот тоже такой. Является следствием травм черепной коробки и шейных позвонков. Вера в Бога. Вера в Бога или любовь с первого взгляда. Почему? Какие уже говорили? Минута. Господин Баймугашев. Помощь зала. Помощь клуба будем брать. Я повторю вопрос. 20 секунд. Помогаем знатокам. Повтор. Тишина. Пожалуйста, тишина в клубе. В ходе социологического опроса журналист получил ответ от одного из прохожих, оказавшимся нейрохирургом. Ответ был таков. Несомненно, существует и является следствием травм черепной коробки и перелома шейных позвонков. Какой была тема опроса и что за вопрос от журналиста услышал нейрохирург. 20 секунд. Я попробую ответить, если вы повторите еще раз. Вам полностью? Конечно. В ходе социологического опроса журналист получил ответ от одного из прохожих, оказавшегося нейрохирургом. Ответ был таков. Несомненно, существует и является следствием травм черепной коробки и перелома шейных позвонков. Тема опроса и какой вопрос услышал врач? Существует ли утечка мозгов из страны? Принято. Этот раунд проигран. Проигран клубом. Браво! Счет 2-4, дамы и господа. Утечка мозгов. По мнению нейрохирурга, как следствие вот всех этих травм. Да, глубоко. Но мне кажется, госпожа Акбиржанова была вокруг Доокова сначала, а потом очень близко. Следующий раунд, продолжаем. Еще 4 вопроса. Нормально. Потом раунд открытся. На строчке? Да, три и нормально. Сегодня у него он шлак. Итак, дорогие знатоки, мы с вами снова сыграем в ящик. В черный. Послушайте, пожалуйста. Я сейчас буду вам вопрос рассказывать. Это упомянуто в книге французского писателя 17 века Франсуа Пьер де ла Баренна под названием «Милфей. Тысяча листьев». В 19 веке его усовершенствовал известный француз Мари-Атуан Карем, который некоторое время служил в Петербурге при дворе Александра I. Современный аналог этого сейчас лежит у нас в черном ящике. Традиционно спрашиваю вас, что в нем. Минута. Милфей тысяча листьев. Это упомянуто? Это кекс. Это милль-клеп. Кекс из миллиона. Может быть, Наполеон тоже наполелал? Тысяча слоев. Тысяча блинчиков есть, например, в десерт. А, да-да-да-да. Это милль-клеп. Это милль-клеп. Это милль-клеп, но похоже. Например, черный ящик может... А, повременный аналог. А, форт на Болеон? Форт на Болеон? Почему это не какой-то... То есть получается что-то слоёное? Это что-то слоёное. Когда говорили 19-й век, француз, там не говорили писателей, или кто просто француз? Это не салатами ты? Не говорили писателей, да, там в начале? Салатами ты? Почему это не отрывное календарь? Это отрывное календарь. Нет, потом видишь, вот, типа, кто аналог. Скорее всего. Кто потом доработает, кто потом... Да, если назвать, то есть Минка. Ну, ты считаешь кексы или Наполеон? А, ну, нет. Да на вот сейчас какой-то... Ну, сейчас. А, по-моему, если он уходил... Господин Б. Мукашев. Тише, тише. Господин ведущий ответит. Господин Шахметов будет отвечать о том, что в черном ящике. Первые упоминания в книге французского писателя 17-го века Франсуа Пьер де Лаваренна под названием «Милфей». Тысяча листьев. В 19-м веке его усовершенствовал известный француз Мари Антуан Карем, который некоторое время служил в Петербурге при дворе Александра I. Современный аналог этого сейчас до сих пор в черном ящике. Что внутри? Француз был кондитером, усовершенствовали его в России, потому что делали блины в России. Я думаю, что это десерт под названием «Милькрэп». Принято. То есть, следовательно, и из блинов «Милькрэп» делают? Ну, это делают из очень тоненьких слоев, накладывают друг на друга, и называют его «тысяча блинчиков, тысяча листьев». Тысяча блинчиков, тысяча листьев, получается «Милькрэп». По большому счету, да. Что, по большому счету, и является современным аналогом того, что в 17-м веке было выдумано. Принято. Хорошо. Давайте спадаем. Это торт «Наполеон». Господа. Это торт «Наполеон». Госпожа Ахмеджанова должна была отмечать, как мне показалось. Счет 2-5. Счет 2-5. Современный аналог «Наполеон». Собственно, как и с «Глобусом» у нас повторяется ситуация. Следующий раунд. Прошу, продолжаем. Я надеюсь, господин капитан помнит о возможности перевыборовать акценты. Все-таки утечка мозгов из вашей команды – это трагичная ситуация для всей страны. Я считаю. Вы прекрасно играете. Команда у вас замечательная. А что, что, соберись? Попробуй. Так. Вопрос обнаружен. Внимание. По закону логики, сегодня у каждой команды появляются некоторые четверостишья. Вот и вы, пожалуйста, послушайте. Четверостишья одесского поэта-празаэка Яни Анатолий Ивановича. Называется четверостишья «Депутатское горе». Он стал идти ко дну. Такое горе. Прямой был слишком вспенен. Да и спасать его не стали в море. Он депутат. Как заканчивается последняя строчка этого четверостишья? Он не тонет. Да и спасать его не стали, да? Не стали? Он депутат. Он депутат. Спеннин? Спеннин. Спеннин. Он стал идти ко дну. Такое горе. Такое горе. И вот был слишком вспенен. Такой был слишком вспенен, да и с... Он депутат. Нет, это депутат. Девчонки тут у вас здесь. Он ссор. Какое горе. Девчонки в спеннин. Да и спасать его не стали. Он депутат. Он... Он в спеннин уже получился. Да. Кто не был в спеннин? Что в депутат? А вот это... Типа, кто тоже привлок. Типа, кто тоже привлок. Типа, я не знаю. Стал сильно. Или он не умеет говорить, звать на помощь. Типа, я не даю. Решающий вопрос, повторяю. Это четверостиший адресского поэта под названием «Депутатское горе». Он стал идти ко дну. Такое горе. Прибой был слишком вспенен. Да и спасать его не стали в море. Он депутат. Он у меня, наверное, стопает. Справедливость, да? Господин, моему хорошо? Тише. Тише. Да, я вот исключительно для вас повторю. С выражением, как мы... Господин Куспанул уже закончил. Но я это видел все. Да, и досрочно я видел. Сейчас мы с ними вместе с выражением, как когда-то. Он стал идти ко дну. Такое горе. Прибой был слишком вспенен. Да и спасать его не стали в море. Он депутат. А значит, неприкосновение. Браво. Вот так мы, господа, с нами сегодня сочином 2-6 сыграла команда господина Байбукашева. Мы благодарим всех знатоков. Команда господина Саманова, команда господина Жуматаева и команда господина Байбукашева. Это была первая полутинальная игра. Встречаемся с вами в пятницу на втором финальном отборе. Всем спасибо за внимание. Берегите себя и да пребудет с вами игра.